Пинко Наука штука хитрая, мозги прокипятишь Наука штука крепая, все зубы обдерёшь Хорош, сидим во враге и ворочат железяки Вся жизнь твоя измеется, как только подберёшь То-то-то, пинко Пинко, пинко, пинко Тот самый пинко, пинко Пин-пин-пири-ли Тот самый пинко, пинко, пинко Пинко, пинко, пинко Пинко, пинко Ох уж эти папочки-хоробочки Все никак не дойдут руки барахло разобрать Вот сейчас возьму и все повыкидываю А это что за книга? Она же, наверное, очень старая А, память о моей прабабушке Она была довольно увлеченной натурой Постоянно твердила мне про конец света И утверждала, что я должна стать Спасительницей мира Ох, готовила меня к великим свершениям Пока другие девочки играли в куклы Ох, я сдавала спортивные нормативы Ну, мир я не спасла Зато спортивная форма Ого-го Конец света Спасительницы мира Ничего не понимаю Про бабушка говорила Все в этой книге Горящие облака Магнитное поле Инверсия Пчелы Сумасшедший дом какой-то Еще Так, так На меня, на меня Так, так Левее Я говорю прямо На меня, на меня Стоп, стоп, стоп По феншуй Твоя кровать Должна стоять на севере Это не север Север там Всем привет! А вы случайно не знаете, что такое магнитное поле? Все мы хоть раз в жизни видели самые обычные магниты Не видели? Посмотрите на свой холодильник Каждый магнит имеет два полюса Северный и Южный Одноименные полюса магнитов отталкиваются А разноименные притягиваются Так происходит из-за того, что любой магнит обладает силой притяжения Или, правильнее выражаясь, магнитным полем Оказалось, что наша Земля тоже является большим магнитом И, как у всех уважающих себя магнитов У нее есть собственное магнитное поле Мы не можем почувствовать это поле Ведь мы не железные Не, вообще не чувствую Но если подвесить легкий магнит Он отреагирует на магнит Землю И повернется своим северным полюсом Южному полюсу земного магнита Он находится где-то в Арктике Именно так и работают компасы Древнейшие устройства Благодаря которым мы научились определять направление по магнитному полю Земли Как же Земля стала магнитом? Тут стоит копнуть поглубже Примерно на 3000 километров Именно на такой глубине находится ядро нашей планеты В состав которого входит железо Со времени появления нашей планеты ядро вращалось вместе с Землей и стало самым настоящим магнитом Но ведь ничего страшного не случится, если магнитное поле вдруг пропадет Мы же его даже не чувствуем А компасами этими уже все равно никто не пользуется Глядите-ка, что мои пчелы учудили Это они вместо сот слепили В каждом улье теперь такое свободное творчество Лесные мыши могут ориентироваться в лесу по направлению магнитного поля Используют магнитное поле и перелетные птицы Оно помогает им сориентироваться во время долгих полетов Еще большей чувствительностью к магнитному полю обладают пчелы Пчеловоды знают, что пчелы ориентируют соты в соответствии с магнитным полем нашей планеты Кроме того, весь рабочий график пчел расписан буквально по минутам В соответствии с 24-часовым периодом ежедневного изменения магнитного поля Земли Но если изменить магнитное поле в улье, вся работа тут же сбивается И собьется звери и птицы с пути И пчелы разучатся строить Только я не понимаю, при чем здесь магнитное поле? Позвольте-ка поинтересоваться Так Феноменально! Нас спасет только чудо Нет, нет, еще раз нет Больше никому не удастся навязать мне эту ерунду Я вам не маленькая девочка, чтобы верить в росказни про спасение мира Поймите, немаленькая вы наша девочка Мир на грани катастрофы Магнитное поле Земли исчезает Прабабушка знает про этот беда Она знает, как все починить Но я совсем ничегошеньки не помню, что она мне там рассказывала Хотя... Погодите Что-то она говорила про поход на Северный полюс Очень на нее похоже Готовит Савенка к путешествию в Арктику Смотрите Вот что означает пылающее небо Еще одна примета сбылась Это есть Северный сияние В этих местах его никогда не бывает Магнитное поле стать совсем слабой А что будет, когда магнитного поля совсем не останется? Многие звери и птицы потеряют ориентиры Но гораздо страшнее вот это Дело в том, что Земля находится под постоянным воздействием солнечного ветра Потока заряженных частиц, вылетающих из нашего неспокойного Солнца Эти частицы несутся на нашу планету со скоростью около 2 миллионов километров в час Если бы у нашей планеты не было магнитного поля Частицы проникали бы в клетки живых организмов Вызывая смертельные заболевания и мутации К счастью, этого не происходит Магнитное поле срабатывает как щит Оно отклоняет частицы солнечного ветра И они просто облетают Землю Лишь малая их часть влетает в нашу атмосферу вблизи Северного и Южного полюсов Сталкиваясь с частицами атмосферы, солнечный ветер вызывает их свечение Этот эффект называется Северным сиянием Уж полдня над этой Арктикой крутимся А чего мы ищем-то, а? Да уж, прабабушка могла бы оставить инструкции и поточнее Смотрите! Субтитры создавал DimaTorzok Северное Братство приветствует Хранительницу Здорово, братья! Следуйте за нами Мы ждали ваш приход Все приметы говорят, что конец близок А что от меня требуется? Прабабушка не успела посвятить меня во все тонкости Ваша прабабушка принадлежала к древнему роду хранителей Их знания были огромны Они знали, что один раз за несколько десятков тысяч лет Магнитные полюса Земли меняются местами Да-да, этот процесс называется инверсия Именно во время инверсии магнитное поле исчезает и все живое гибнет Но предугадать ее начало невозможно Для хранителей не было ничего невозможного Но только вы можете запустить великий северный магнит Оставленный хранителями для спасения потомков от солнечного ветра Наше братство оберегало его все это время Это же огромный электромагнит Никогда не видел ничего подобного Его электромагнитное поле сможет защитить от солнечного ветра Всю планету Мы готовы поддерживать его работу Пока смена полюсов не закончится Только, кажется, он не действовал Устройство хранителя не могло сломаться Что-то случилось у Южного Братства У Южного? Теперь все ясно Сначала нужно было запустить великий Южный магнит Торопитесь! Магнитное поле Земли слабеет С каждым часом Маймлот! Приборы не работают! Я ничего не видеть! Мизо стрять надолго Некогда ждать Зря, что ли, меня готовила прабабушка? Южные братства приветствовать хранительница Далеко же вы забрались, ребята Субтитры делал DimaTorzok Мне плохо Мне кажется, я бездарность Никакого вдохновения Мы лететь, лететь А звезды и так же далеко Пустота День, ночь День, ночь День Скучно В принципе, все в норме Результаты экспериментов весьма интересны Исследования многообещающие Но мне кажется, на меня давят эти стены Звезды, звезды А хочется побегать по травке Повизжать Похрюкать Ага Ну, в целом, картина ясна Все симптомы обычной Легкой космической Депрессии Депрессии? Ой, умираю Ничего опасного Вполне излечимо Просто нужно принять теплую ванну И устроить себе какой-нибудь маленький праздник Праздник? Праздник, праздник Ну-ну Праздник, праздник Что здесь происходит? Как что? Теплая ванна Праздник И никакой Депрессия Ничего не понимаю Какая ванна? Какой праздник? Это вы что же? Все мыло на пузыри Извели Я-я И шампунь Хороший пена Вы же сами нам прописали Теплые ванны и праздник От депрессии Замечательная терапия Лечение сработало Рада за вас Но без мыла Наше здоровье Может оказаться В большой опасности Мне кажется Вы преувеличиваете Значение мыла Чистоплотная вы наша Преувеличиваю? Да если бы не мыло Человечество вымерло бы От депрессии? Ой И от нее тоже Первое мыло Открыли еще В далекие Доисторические Времена Его и мыло То назвать можно было С натяжкой Тогда мылись Страшно представить Обыкновенной Глиной От такого мытья Только грязнее Не станешь Вовсе нет Глина Отлично Справлялась Со своей Мыльной ролью Но даже Придумав Мыло Люди Не слишком Много внимания Уделяли Гигиене И когда в средние века Эти грязные Стали жить В больших городах Их продолжительность Жизни Была невелика Ведь в густонаселенных Городах Инфекция Распространяется Очень быстро И только в середине Девятнадцатого века Произошла наконец Санитарная революция Все поняли Что надо чаще Мыть руки с мылом И пить только Чистую воду Благодаря этому Уже в двадцатом веке Продолжительность жизни Выросла аж на тридцать лет Понятно, понятно Чистота Залог здоровья Но зачем в космосе Мыло Микробов и бактерий Здесь все равно нет А умываться можно И простой водой И никакой депрессия И звезды Не так страшно далеко Я полнейший бездарь И еще все время Чешется Не надо включать свет Я немножко, наверное, болен Мне трудно ходить Ноги к полу прилипают В принципе, все в норме Эксперименты Исследования Научные данные Мне кажется Что по мне Кто-то ползает О! Грязный Чистый Грязный Чистый Оставьте меня все Я Свинья О, Господи Теперь вы понимаете Значение мыла В нашей жизни Да что ж Такого особенного В этом мыле Почему без него Нам не отмыться? Хм Хороший вопрос Вы никогда не замечали Что руки без мыла Отмываются Гораздо хуже Почему? Это происходит потому Что жир и вода Враги Так как их молекулы Совсем разные Жир не растворяется в воде И его нельзя смыть Молекуле воды Нечем зацепить Молекулу жира Чтобы зацепить Каблю жира И оторвать ее от кожи Нужен специальный Крючок Этим крючком И служит Длинная молекула мыла Один конец которой Не имеет заряда А другой Имеет отрицательный Заряд Незаряженный конец Прилипает к молекуле жира Заряженный К молекуле воды Теперь жир Никуда Не денется Чаще всего Мыльные молекулы Окружают капельку масла Или кусочек жира Со всех сторон Образуя вокруг Шарик Такой шарик Называется Мицелла Когда мы моем руки Или стираем белье В мыльном растворе Образуются миллионы мицелл Которые отрывают Кусочки грязи и жира От нашей кожи И одежды Мицеллы Также захватывают И болезнетворные бактерии Потоки воды Уносят эти мицеллы С нашей грязью И бактериями И мы Становимся опять Чистыми Что ж нам теперь Так и ходить грязнулями Без этих мыльных молекул Да что ж мы Замену мылу не найдем Зачем думать про замена Надо просто найти Этот мыльный молекул В другом месте Наш сообразительный друг Совершенно прав Ведь эти молекулы Могут содержаться Где угодно Даже Внутри нас Как внутри? Например Они помогают нам Дышать Мы используем Мыльные молекулы Не только Когда моемся Но и когда дышим Сначала Воздух идет По трахеи Потом По многочисленным Трубочкам Бронхам И наконец Заполняет Сотни миллионов Эластичных пузырьков Альвеол Через альвеолы Кислород поступает В наши кровеносные сосуды И разносится По организму Каждый раз При вдохе Мы раздуваем альвеолы И затрачиваем на это Много энергии Дело в том Что на внутренней поверхности Альвеолы Есть тонкая пленка Жидкости Если бы эта жидкая пленка Состояла только Из молекул воды То раздувать этот пузырь Нам было бы непросто Каждая молекула воды Заряжена с одной стороны Положительно А с другой Отрицательно Поэтому они сильно Притягиваются Друг к другу К счастью Природа все предусмотрела В легких Синтезируются Специальные Мыльные молекулы Которые Встраиваются Между молекулами воды И уменьшают Силы их Взаимного Притяжения Поэтому Нам так легко Дышится Мы просто Раздуваем Внутри Наших легких Мыльные Пузыри Значит Говорите Мыльные молекулы Внутри нас Ну и Кого же мы Пустим На мыло Так 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 Ага Нет Нет Никого Пока пускать На мыло Не будем Я тут вдруг Вспомнила Один секрет Моей прабабушки Что с памятью Как и раньше Не вспомнила Вот Это Поможет нам Отмыться Это Че это Мы же так только Сильнее Спачкаемся Моя прабабушка Никогда не ошибалась Желток Говорила она Лучший друг Чистюли А ведь верно Как я сам Не догадался Ведь в желтке Содержится Лецитин Молекула Лецитина Дуличная На одном ее конце Есть электрический заряд А другой Нейтральный Двуличности Лецитина Позволяет ему Одновременно Связываться с Молекулой воды Заряженным концом И молекулой жира Нейтральным концом Знакомая Картина Короче говоря Молекулы Лецитина Очень схожи По своим свойствам С молекулами Мыла И шампуней А значит Желтком Ну конечно Свежим Вполне Можно вымыть Голову Чисто Извините Настроение чудесное Вспоминаются стихи Пушкина Знаете И вот выходит он из бам Убирает Бархатные ткани Минуточку внимания Я вот тут набросал По случаю Пару строк Чистота Залог здоровья Чистота Не чешется Выхожу Из душа Я На душе Не пятнышко Ну как Ой не знаю Не складуха Браво Браво Очень талантливо Что скажете Весьма недурственно Я Гуд Недурственно Да Предлагаю тост За нашу Спасительницу За Савунью А где Савунья Зигмунд Я в депрессии Все довольны Все счастливы Никаких проблем А мне что делать Носки вязать Зигмунд Заказ принят Копаточ Медовые булочки Медовые булочки Все готово Уже иду Фу Ну ты прекрасно Да что вы Солни прекрасный бомб В руках Финалитик Медовые булочки Медовые булочки Закрыли Медовые булочки Медовые булочки Медовые булочки Медовые булочки Помните Ваш кулинарный гений Как скорость света Просто не достижит Я Я Превосходно Да ладно вам Я еще не пробовал Но уже хочу добавки В очередь обжора Ай Спасибочки Благодарю Благодарю Браво Спасибо Хозяюшка Ешьте уже давайте Что-то не так Простите, но Почему пирожки Соленые И мороженое Может ты Немножечко Уставает И что-то Перепутает Кто Я Уставать Не дождетесь У меня все под контролем Просто 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 всех С первого апреля Это же розыгрыш Ой Видели бы вы Своей физиономии Разыграла Разыграла Смешно А разве сейчас Не июль Ой Перепутать Сахар С солью Позор Какой Позор Это же Пожизненная Кухонная Дисквилификация Я не справляюсь Широскопчик Выручай Подскажи-ка мне Рецептик Универсальный А? Чтобы один на всех И все довольны Ого Ого Непроверенный Источник Информации Ишь ты Ну значит Сейчас и проверим Не да Как много в этом слове А ведь по сути еда Это батарейки Которые снабжают Нас необходимой энергией Батарейки Без которых нам Увы Не обойтись Но вот Незадача Мы тратим На эти батарейки Гораздо больше энергии Чем они могут дать Удивлены? Я тоже А все потому Что продукты требуют Дополнительной обработки Ведь в сыром виде Они могут задержать Опасные бактерии И прочие Паразиты Самый древний способ Обработки Высокая температура При высокой температуре Многие бактерии Погибают А еда становится Безопасной Для потребления Этот метод Использовали Самые первые повара На заре кулинарии Ну и что? Хороший метод Проверенный Временем Конечно Но как и у всех Устаревших методов У него есть Существенный недостаток В среднем Мы тратим на производство еды В 10 раз Больше энергии Чем в итоге получаем При этом И сам процесс готовки Весьма утомителен Что ж теперь? Совсем не готовить? Сырым все есть что ли? Есть способ лучше Отойди от плиты Женщина Твое место На отдыхе А кто простите будет готовить? Мультиповар Уникальное изобретение С принципиально новым способом Приготовления Затраты энергии И времени Сведены к минимуму С ним Вы навсегда забудете О подгоревшей яичнице И убежавшем молоке Мультиповар Счастье Которое не подгорит И никуда не убежит Один клик И он на вашей кухне Моментальная доставка В любую точку Пространства времени Но я же просил пирожки с... Когда я ем Я глух и нем Приятного аппетита Ну как? Ммм Это божественно Комплеща Тот-то же Кому добавки? Субтитры создавал DimaTorzok О, ну, как насчет разгрузочной пробежки? О, спорт это чудесно Но как насчет того, чтобы немного подкрепиться для начала? Точно, было бы здорово Но вы же только что поели Я-я, это был очень гуд И мы бы с удовольствием еще разок оценили ваш кулинарный гений Ой, да ладно вам, обжоры? А можно, чтобы было так же вкусно, но чтобы без обжорства? Ма, какая внутри приятная легкость образовалась Натюрлих! Теперь можно и напровер Но ведь можно одновременно бегать и есть Добавки, добавки, добавки! Поменьше бодрости Добавка, добавка! Добавка! Что за чертовщина тут творится? На любые ваши вопросы ответит служба обратной связи мультиповара В целях улучшения сервиса все разговоры записываются Что-то с этой мясорубкой не так Что вы туда подмешиваете? Хотите узнать секрет нашего волшебного вкуса? Отвечаем! В далеком 20 веке доисторические ученые верили, что Земля плоская А все наши вкусовые рецепторы находятся на языке Считалось, что их всего 5 видов Рецептор горечи, сладости, кислоты, солености И особый рецептор, настроенный на острую пищу Жареное мясо и соевый соус Для него даже придумали специальное название Умами Но наука не стоит на месте Со временем ученые поумнели И выяснилось, что вкусовые рецепторы Разбросаны по всему организму В носу, легких, кишечнике И много где еще! И, конечно же, вкусовые ощущения Сильно зависят от запаха еды Новая эра в приготовлении Началась после открытия Что самые вкусные сочетания Образуют продукты, которые Имеют общие вкусовые гармоники Например, клубника со сливками Хлеб с маслом Или макароны с сыром После тщательного исследования Была составлена полная таблица всех вкусовых гармоник Сложно разобраться, не так ли? Но только не нашему мультиповару Обработав все имеющиеся данные Он создал продукт, не имеющий себе равных По вкусовым достоинствам Продукт, от которого просто невозможно отказаться А вы уверены, что этот продукт Скажем так, безвреден? Когда население планеты превысило 20 миллиардов Понятие безвредности, мягко говоря, упростилось Да и что может быть вреднее голода? Ученые придумали, как производить искусственное мясо Из стволовых клеток животных А вот тыкать по кнопкам сложного прибора Не читая инструкцию Точно не стоит Мы за ваши действия ответственности не несем Вот И готовила для вас не я А эта адская мясорубка А я Я уже ни на что не гожусь Ничего не успеваю Да и продукты путаю Еда Фу Фу, я сказала Еда Фу Еда 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отставить хандру! Что нужно сказать? Спасибо! На здоровье! Кому добавки? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Осторожней! Полы свежевым-то! Подождите, пока просохнет! Савунья! Блеск твоих полов может сравниться лишь с мягкостью булочек, которые ты приготовила на ужин. Это самый романтичный комплимент в моей жизни! Ой! И признаться, это довольно грустно. Романтика – это всего лишь приукрашивание действительности. Оставьте ее тем, кто не умеет готовить. Так. Вешаем здесь! Повыше! Ага! Вы чего это тут мусорите? Я только убрала! Это украшение к празднику. Ко дню Святого Валентина. Валентина? У нас что, новенькие на борту? Так День всех влюбленных называется. 14 февраля. В этот день принято дарить тому, кто нравится, Валентинку. Ну, какой-нибудь подарочек люди-сердечко. Ну, косо же! Левый край повыше! Надо же! Какой милый праздник! Не то слово. Так, мальчики, тут мы закончили. Еще шаролет в розовый цвет перекрашивать нам. Нам. Эх, молодежь! Чего только не напридумывают, так нечего делать. А! Валентинки! А, по-моему, очень трогательная традиция. Да-да-да, и крайне неграмотная. С биологической точки зрения. Все эти Валентинки символические изображения нашего сердца. Причем сходство довольно-таки отдаленное. Наше сердце стало источником многих заблуждений с древних времен. Ведь это самый громкий орган, который неизменно привлекает внимание. В отличие от не менее важных, но тихих, печени, почек, селезенки или, например, мозга. Древние охотники быстро установили, что с остановкой сердца заканчивается и жизнь. Так появился миф, что вся наша суть содержится в сердце, якобы, в самом главном органе. Даже его название говорит о важности сердца, сердцевина, середина. Все это однокоренные слова. Отсюда и выражения, характеризующие личность. Доброе сердце, храброе сердце, каменное сердце. В древнем Египте при бальзамировании мумий наибольшее внимание уделяли именно сердцу, а мозг просто выкидывали. Считалось, что от него никакого толку. Поэтому, если встретите ожившую мумию, не пытайтесь с ней договориться. Она, скорее всего, будет крайне глупа. И только в 1628 году английский врач Уильям Гарвей установил, что сердце всего-навсего насос, который прокачивает кровь по сосудам. Поэтому считать сердце символом любви это дремучее заблуждение. С тем же успехом это мог бы быть и желудок. Ведь у влюбленных часто пропадает аппетит. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Лучше все-таки мозг. Ведь именно он отвечает за наши, простите, инстинкты. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Нет, дружище. Символ любви это не мозг, а его отсутствие. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Тонко подмечено. Ха-ха-ха. Старые бесчувственные сухари. Вот вы кто. Такой милый праздник так нет. Им надо повыпендриваться и все обхихикать. Не хотите делать валентинки? Это ваши проблемы. Но не вздумайте портить праздник остальным. Отцвели уж давно хоризонтемы в саду. Что ж, для некоторых заблуждение уютней истины. А ты знаешь, ведь Савунья в чем-то права. Что-то мы в последнее время и правда зачерствели. Скорее помудрели. Кстати, рыба. И поскучнели. Мы перестали совершать милые глупости, и романтические безумства. Только не говорите, что это вас расстраивает. Нет, меня это пугает. Нет. Нет, не то. Может, не стоит принимать это так близко к сердцу? Стоит, дружище, стоит именно к сердцу. И мы еще посмотрим, кто здесь старый сухарь. Так, где же это было? А, вот! Туманность сердца. Когда Савунья проснется, то увидит в иллюминаторе самую удивительную валентинку во вселенной. Действительно, довольно символично. Но, боюсь разочаровывать, до этой туманности более семи тысяч световых лет. Мы просто не успеем долететь к утру. Впрочем, вы всегда можете показать Савуньи эту фотографию. Подумаешь, семь тысяч световых лет. Давненько я не совершал романтических безумств. Ха-ха! Полный вперед! Утро туманное, утро седое. Карыч! Ха-ха! Доброе утро, коллега! И с днем святого Валентина! Только не говорите, что вы всю ночь провели за штурвалом. Ха-ха-ха! Подумаешь? В юности я мог не спать сутки напролет. Именно что в юности. В нашем возрасте нарушение режима может иметь самые серьезные последствия. Сколько кофе вы выпили? Ерунда! Главное, мы уцели. феноменально! Ну что, уже можно открыть глаза? Ха-ха-ха! Еще рано! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Когда же будет три? Ха-ха! Карыч! А-а-а-а! 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 А-а-а! 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 Как там мой моторчик? Пока рано судить, но последствия вашего необдуманного самоистязания могут быть весьма плачевными. Посмотрим, что покажет ЭКГ. ЭКГ... Что? Электрокардиограмма. Проще говоря, электрические импульсы, которые возникают при сокращении вашего сердца. Как мы уже выяснили, сердце — это насос, качающий нашу кровь. При каждом качке этого насоса по артериям проходит волна. Эти волны легко ощутить, если, например, положить пальцы на запястье. Такие волны называются пульс. У здорового человека пульс может быть от 60 до 100 ударов в минуту. Так почему мне просто не проверить пульс по старинке? Увы, пульс дает далеко не полную картину работы нашего сердца. Но в начале 20 века ученые выяснили, что при каждом сокращении от сердца по всему телу растекаются электрические токи. Правда, эти разряды очень малы. Их напряжение примерно в тысячу раз меньше обычной пальчиковой батарейки. Но современные приборы легко могут измерить даже такие незначительные импульсы. Эти импульсы, возникающие при сокращении сердца, называются электрокардиограммой или сокращенно ЭКГ. И о чем же могут поведать эти загогулины? Каждая такая загогулина показывает, как работают отдельные части нашего насоса, предсердия и желудочки. Сокращаясь, они генерируют разные импульсы, которые видны на ЭКГ. По величине и форме полученных импульсов мы можем определить, как работают разные части сердца и что не в порядке. Итак, сейчас распечатаем кардиограмму и проверим ваш насос. Как можно было довести себя до такого состояния? Я хотел подарить тебе самую удивительную валентинку во вселенной. Сухарь ты бесчувственный. А о том, что я буду волноваться, ты не подумал? Сердца у тебя нет. А вот это мы сейчас и проверим. Поздравляю. Все импульсы в норме. У вас феноменальное ЭКГ. А плохое самочувствие, видимо, просто от переутомления. А почему вы так странно на меня смотрите? Это лучшая валентинка во вселенной. Вот как ты заказывала. В два слоя. Еле успели. Молодцы, молодцы. А где валентинки-то мои? Только не говорите, что у вас не хватило времени на самое главное. Где мои валентинки? валентинка. И совсем не похоже, а? ч Spanish чего ты читаем? Не надо, не надо. Значит, опять она Не, ну я понимаю, крокодил там какой-нибудь летающий Или еще какая-то крокозябра Но макака Мартышка Есть разница? Вот Рекомендую прочитать на ночь Чтобы снились приличные кошмары А то макаки какие-то Детский сад Спасибо, обойдусь Я решил, что вообще больше спать не буду Поможешь? Не вопрос Не спать! Бодрее, бодрее, бодрее! Не рекорд Ай-два, 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 ай-два Левый, правый, левый, правый Ладно, перерыв две минуты Не спать Да вы с ума сошли? Совсем не спать? А что такого-то? Ничего хорошего из этого не выйдет Никто не знает, зачем природа придумала сон Ведь из-за него мы треть жизни остаемся неподвижными, беззащитными и голодными Но он необходим каждому живому существу Ого! Треть жизни на какой-то сон? Хм, лучше уж чем-нибудь полезнее заняться Хм, 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 хм Ты, конечно, можешь попробовать Но долго ты все равно не протянешь Потому что только во время сна мы получаем полноценный отдых Кстати, как раз поэтому первый признак усталости – появление сонливости Я могу и просто отдохнуть, не засыпая Сейчас посижу чуть-чуть и продолжу Не получится Слишком долгое бодрствование становится для нас настоящей пыткой А если переусердствовать с бессонницей, то можно потом вообще не проснуться К тому же во время сна с нами происходит куча полезных процессов Кроме, собственно, отдыха Например, активизируются лимфоциты То есть организм лучше справляется с болезнями А еще активнее работают гормоны роста И восстанавливаются нарушения в организме Мы и в самом деле растем во сне Нам пока еще очень мало известно о сне Разве что уверенно можно сказать, что спать – это приятно Здоровый сон успокаивает и освежает Придает сил и бодрости Сон – это жизнь Если нельзя избежать встречи с опасностью Значит, надо переходить в наступление Когда в следующий раз увидишь эту мартышку То сделай свирепый вид и наступай Используй стиль боевого кролика Ёжик, ты куда смотришь? Ты меня вообще слушаешь? Я не могу управлять собственными снами Я ведь даже не понимаю, что сплю, пока не проснусь Хм, это проблема Управлять снами? Проще не бывает Но для начала немного теории Сон состоит из отдельных этапов Самые основные называются медленный сон и быстрый сон Они по очереди сменяют друг друга примерно пять раз за ночь Первым делом наступает медленный сон Мозг засыпает, забедляется дыхание и снижается пульс Сны при этом получаются неяркими и незапоминающимися Медленный сон делится еще на четыре части Первые две называются поверхностным медленным сном Следующие две – глубоким медленным сном Не специалист, конечно, не увидит особой разницы Разве что во время глубокого сна начинают бродить лунатики После медленного сна наступает быстрый сон Он длится примерно пять-десять минут Мы продолжаем спать, а наш мозг начинает работу Он раскладывает по полочкам информацию, которую мы получили за день Быстрый сон отличается еще тем, что наши глаза продолжают двигаться Поэтому его называют БДГ-сном Что расшифровывается как быстрое движение глазами Именно во время быстрого сна мы видим самые яркие и запоминающиеся сны Так вот, если вы хотите научиться управлять снами То лучше это делать, конечно, во время быстрого сна А как это сделать? Йога и медитация Через полгодика тренировок все получится Полгода? Ёжик, бросай свои медитации Есть способ получше Ёжик, подъем! Смотри, чего я в шароскопе откопал Управлять своим сном очень просто Нужно только понять, что ты спишь Самые крутые сны мы видим в этой... Как там ее? Фазе быстрого сна Вот именно! Это когда мы еще быстро двигаем закрытыми глазами туда-сюда Есть даже научный термин такой Сонные гляделки Нет такого термина Значит, это я его придумал В общем, нужно поставить специальный прибор, который будет фиксировать твои гляделки Прибор срабатывает и включает специальный звуковой сигнал Но я же проснусь Это будет очень специальный сигнал Ты услышишь его во сне и поймешь, что спишь А дальше дело техники В общем, я тут сделал для тебя опытный образец Пользуйся на здоровье Я должен в этом заснуть? А полгода медитировать тебе больше понравится? Не забудь! Услышишь колокольчик, значит ты во сне Спокойной ночи! Похоже, я сплю Ну все, макака Ты меня разозрила Теперь посмотрим, кто кого Немедленно покиньте территорию чужого сна! Вот так вот Сработало! Бесполезно! Что бы я ни делал, она сильнее и вреднее А ведь это твой сон, значит тебе и выбирать, сделать его вреднее или добрее Ты это к чему? А почему бы не попробовать подружиться с этой озорницей? Хочешь, Шарик? Да! Ты что? Ёжик Ёжика! Зовут Ёжик! Ёлки-гот, это же настоящий контакт! Встреча двух цивилизаций! Ущипните меня кто-нибудь! Ай! Не поет, не ползет по песку бегемот Крокодил устал от забот и хлопот Не видать ни шлеан, ни обезьян Не ползет ни шлеан То, что стал поливать кап-капы при Тихо-кеан Правда, это обман! В джунглях покой радует глаз Просто у диких зверей Тихий час Тихий час Тигр сплит, суну флафу под бок Чуд храпит на песке носорог Слон снул на ногах Он улечься не смог Не получилось Все охоты обкинуты вон Заменил их питательный сон Понимать это должен И мушонок, и слон И мушонок, и слон В джунглях покой Радует глаз Просто у диких зверей Тихий час Тигр сплит, суну флафу под бок Тихий час Радует глаз Просто у диких зверей Тихий час Тихий час Тихий час Тихий час Тихий час Тихий час